Мы с надеждой ждем, что скоро дети смогут прийти сюда. Теперь стены в этом здании детского сада номер 7 в Мурманске на 14 сантиметров стали толще. Все благодаря новому фасаду. Он сделан по особой технологии. В его состав входит слой термоизолята, который максимально сберегает тепло и не позволяет проникнуть холоду. Такая конструкция позволит сэкономить на отопление в зимнее время. Фасад выполнен в этом здании по самой современной технологии. Если аналогию проводить, чтобы она была понятна мурманчанам, то это та технология, по которой делали гостиницы Арктика. И практически сегодня все фасады, которые у нас в работе, они все выполняются по этой технологии. Такой же фасад можно увидеть не только на всеми известной гостинице, но и на мурманской школе номер 36. Здесь пока тоже идут работы. Их планируют завершить в ноябре. Однако детский сад номер 7 подрядчики обещают закончить значительно раньше. Уже после 20 октября он будет готов принять детей. Но радость от нового внешнего вида разделяют далеко не все. И на то есть свои причины. Пообщавшись непосредственно с подрядчиками, я поняла, что такая технология, мокрый фасад, впервые применяется на территории города Мурманска. Мне беспокоит то, что в наших природных условиях этот фасад от дождей, от снега может потечь. Но, как заверяют подрядчики, после сдачи садика они понесут гарантийные обязательства по всем выполненным работам. В течение трех лет, при необходимости, они устранят любой недочет. Антон Батаев, Сергей Расюк, ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова